Всем привет дорогие друзья! Меня зовут... а впрочем и не важно. А вы знали, что самый первый анонс Фореста произошел еще в начале 2013 года? Первые трейлеры начали выходить с осени того же года, а самая первая альфа появилась в стиме 30 мая 2014. Это получается 30 мая мир праздновал юбилей любимой игры? Недавно наткнулся на концепт арты игры и меня озадачило. Ни хрена не похоже. Это значит выходит, разрабы задумывали вовсе другую игру? Все-таки, каким бы мог быть Форест, если не все эти альфа-тестинги, баги и всратые напрочь четыре года латаний дыр. Давайте разбираться. В поисках инфы набрел я на интервью с разработчиками игры Edna Games, где они, примерно перед релизом первой альфы, напомню это 30 мая 2014 года, дали часовой интервью одному из агентств, судя по всему по скайпу. Ссылку на перевод оставлю в описании. Свой монолог разработчики начинают с того, что при создании игры вдохновлялись пьесами Кена Левина, этот чувак участвовал в разработке первого Биошока. Ну также сериалом Lost, фильмами Я легенда и Адка Каннибалов, а также многими знакомыми всеми компьютерными играми. Вы молчаливый протагонист, который попал в авиакатастрофу и выжил, и теперь вы оказываетесь в мире, который переполнен голодными и кровожадными уродами. Можно попросить вас не умирать? В игре не будет никаких философских аудиодневников, говорящих персонажей или текста любого рода. В игре также не будет никаких точек спавна, жутких пластиковых NPC, имея ввиду неигровых персонажей или жестких экспозиций. Как с Майнкрафта, Дэйзи или Донт Стерф до этой игры, вы просто закинуты в окружающую среду и вам дана цель выжить. Далее разработчики, а именно креативный директор Бен Фелка, начинают рассказывать о своем подходе к созданию жанра сурвайвл хоррор. Я был расстроен играми за последние 5-6 лет. Они постоянно говорят вам, что нужно делать. Иногда окажется, что это как работа. Играй в игры, где у тебя есть несколько заданий, которые ты должен выполнить, и тебя постоянно беспокоят NPC. Мы хотели создать мир, в который мы смогли переместить игрока и дать ему свободу действий, чтобы он мог делать все, что захочет. Что-то вроде Майнкрафта, в котором большая часть веселья приходит от ваших решений. Мы хотели бы взять эту идею, но переместить ее в реалистичный мир. The Forest такая свободная игра в своем жанре, что Edna и Games твердо решили не говорить цель игры. Следуя большинству смелых трюков из Маст, будет концовка, но игрокам придется складывать все как пазм. В игре The Forest не будет никаких миссий, так что игроки смогут просто выйти и исследовать мир игры. Если они внимательны, то они смогут сообразить, что нужно делать. Если нет, то это тоже хорошо. Будет способ закончить все это. Ну, я думаю, многие игроки будут играть без окончания или даже не осознавая, что он есть. Разработчики на этапе первых Альф уверяли, что Форест будет фокусироваться только на выживании. Как таковой сюжет будет, но он будет лишь малой частью игры. Мы же получили совсем наоборот. Выживание в Форесте строится лишь на рубке деревьев и показателях голода, жажды и усталости. Все. От постройки зданий и крафта вещей до просто нереального количества лута, даже в хардкорном режиме, выживание представляется игрокам как галочка и дань бывших впечатлений. В новом же интервью 2018 года они так яро обсуждали геймплей, что там можно и так и сяк рубать каннибалов, и про сюжет, из которого сами того не ожидая сделали просто бомбическую кучу с примесью фактов и несвязуемых зацепок. В Форест есть и другая цель. Даже если вас нет в топе в доске лидерства или в титрах, вы также сможете исследовать ландшафт. Вы можете увидеть ориентир до расстояния, к которому вы еще не можете обязательно добраться. Вам потребуются навыки и экипировку, чтобы добраться к некоторым местам в мире игры. Объясняет аниматор Мишель Меллор. Мы надеемся, что мы сможем предоставить игрокам немного любопытства, дать им причины для того, чтобы выйти и узнать о мире. Как кто-то добирался в Shadow of Colossus очень далеко. Иногда, забираясь в очень труднодоступные места, можно увидеть потрясающий пейзаж. И это, наверное, и есть награда в этой игре. Говорится о неком индикаторе расстояния. Мне в голову больше ничего не приходит, кроме сталкера. Далее о невероятных и труднодоступных местах с красивыми пейзажами. Ну, буду краток. В форесте из достопримечательностей, окроме кратера Утиного озера и горы, ничего нет. И потом, добраться до них можно и пешим. Не понимая, в чем тут сложно. Исследование ландшафтов игры также поможет вам разгадать историю острова, рассказ истории через окружающую среду. Игроки так-то смогут узнать, откуда эти мутанты взялись и что они вообще из себя представляют. И узнать, что это за лес такой. Но мы не хотим толкать игроков. Не хотим заставлять делать из этого что-то. Отмечает Falcon. Помимо всего этого, есть причина, которая отличает Форест от других игр. Они еще не слыхали и не видали такого. Если вы в реальном лесу с кучей безумных каннибалов, несколько из них попытаются защитить друг друга, говорит Бен. Это то, что игры даже не пытаются реализовать. Они относят всех врагов к безмозглым. Вы вторгаетесь в их лес. Вы их убиваете. Вы рубите и их деревья. Возможно, это вы плохой человек. Так что мы стараемся сделать игру эмоциональнее. Вы убиваете одного из них и начинают беспокоиться все. Они не все такие плохие, даже если пытаются вас съесть. Ну, что-что, но за четыре года альфа-тестинга разрабы как только не играли с искусственным интеллектом в Форесте. И играли с залазки на деревья, с прохождением и прятками за преградами, с использованием оружия, с войной лагерей каннибалов из кучи других фич, которые они то ли реализовали, то ли скрыли под маской исправления багов. Также интересная часть интервью. Как оказалось, на момент первых альф разрабы готовили режим со случайно генерируемым миром. Вот что они говорят. У нас большая проблема со случайно генерируемым миром, а именно с поддерживанием интереса областей в игре, говорит Falcon. Поэтому у нас очень забагован этот режим и мы не уверены, что он будет в игре до релиза. Если мы все-таки доработаем его, то он будет как дополнительная модификация, но все же мир игры довольно большой. Так, релиз прошел год назад. Ну, ждем, ждем. Мы сфокусированы на одиночной игре, но мы также экспериментируем с кооперативным режимом. Мы думаем, что это будет весело, объясняет Falcon. Основная проблема это придерживание хоррор-элементов. Мы старались сохранить этот баланс. Вы все также можете быть напуганы, если играете в кооперативе. Ух, как страшно. И вот как они ставят точку в своем предрелизном интервью далекого 2014 года. The Forest это, конечно, амбициозный концепт и тяжело относиться скептически, когда игра разрабатывается тремя штатными сотрудниками и несколькими вкладчиками. Но мы уверены в нем, альфа-версия будет через несколько недель. Она не займет много времени. Чтобы увидеть, как The Forest сможет оправдать ожидания своего невероятного потенциала. 30 мая 2014 фанаты тепло встречают игру. Спустя год станет ясно, что разрабы будут идти миллиметровыми шажками, изредка делая цельный. Спустя еще один год половина игрового комьюнити покинет игру и поэтому, чтобы вернуть фанов, в январе 2016 они выпустят долгожданный финал. Напомню, финал на стадии альфа-тестинга. Пройдет еще год и фаны снова начнут покидать игру. 2018 год характеризуется добавлением полноценного сюжета и долгожданным релизом игры. В принципе, все. Оправдал ли сейчасшний Форес ваши ожидания или нет? Судить, конечно же, вам. Но лично мое мнение таково. Свое не пахнет, а за четыре года Форес стал своим. Ну, в принципе, на этом все. Поставь лайк, оставь коммент и подпишись на канал, если еще не подписан. Ладно, че, не пропадай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok